Как идет строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на Эггерском бульваре? Успеют ли подрядчики сдать объект в срок? Сегодня строительную площадку посетили представители администрации города, активисты ТОСов Калининского района и наша съемочная группа. Видим, что сейчас работы идут по плану. Деньги выделены, конкурс проведен, экономия есть. И в общем-то у нас уже сейчас какие-то есть планы. Здесь есть дополнительные площади, где можно уличные спортивные площадки сделать. И для такого густонаселенного микрорайона это будет замечательное место для занятий спортом. Срок сдачи этого физкультурно-оздоровительного комплекса намечен на конец ноября 2015 года. Здесь будет располагаться детско-юношеская спортивная школа имени Соколова. Юные боксеры получат специальный зал для тренировок. Помимо этого в ФОКе будет работать бассейн, тренажерный и фитнес-залы. Проект этого спортивного комплекса типовой. Поэтому таких комплексов в республике построено уже несколько. Это в Козловке построен комплекс, в Цивильске подобный комплекс. Мы неоднократно выезжали вместе с будущим директором школы, смотрели, изучали не только опыт строительства, но и опыт эксплуатации этого комплекса. Мы взяли и опыт строительства физкультурно-спортивного комплекса «Спартак», который тоже при монтаже оборудования, у которого тоже были определенные проблемы, которые решались, естественно, в ходе потом, и устранялись в ходе эксплуатации. И мы надеемся, что те ошибки, ну, может быть, не ошибки, а те недостатки, которые у нас были, мы постараемся их избежать здесь, на этом объекте. Также жители Новоюжного района столицы совсем скоро получат еще один многофункциональный спортивный центр и еще одну возможность вести здоровый образ жизни. Марина Рябцева, Александр Петров, Республика.